Эхо кинофестиваля национальных фильмов «Азам» в Пензенской области прошли дни чувашского кино. Там живут наши земляки. Им было очень интересно услышать на экране родную речь, познакомиться с историей малой родины. Программа кинофестиваля весьма насыщенная. В последнее время в республике и за ее пределами снималось немало художественных и документальных фильмов о важных страницах летописи чувашского края. Картина Юрия Сергеева «Наследие о необходимости сохранения и развития родного языка». Традиции народов о преемственности и движении вперед. Книги читаем, фильмы, концерты смотрим. А вот фильмы на Чувашском такого еще не было. Но мы, кто вот пришли очень довольны, просмотрены, надо разговаривать, поднимать чувашский язык, разговаривать дома, везде разговаривать, поддерживать, не забывать. Документальный фильм режиссера Андрея Метешина «В Красном море» посвящен трагическим событиям гражданской войны. Картина рассказывает о жестокости противостояния и бессмысленности жертв. Они мотивируют необходимость создания Татаро-Башкирской республики тем, что она будет светочем коммунизма для всех мусульман мира. А как же интересы чувашского народа? В афише фестиваля фильмы «Юман», «Березовый сок», «Тайна древней Волги». После просмотров обязательное обсуждение со зрителями. На таких встречах режиссеры и сценаристы черпают идеи для своих новых работ. Для чувашей, живущих за пределами родной республики, это как глоток свежего воздуха. Сравнение вот в этом вот, весь смысл, вся основа и все богатство. И мы хотим знать, как живут, например, чебоксарские чуваши, как живут, и общаться с ними. Мы изучаем свою историю, мы хотим знать многого, больше, еще больше. И вот то, что упущено, например, все это восстановить. Осенью дни чувашского кино планируют провести в Ульяновской области, республике Башкортостан. Кинопоказы проходят с соблюдением всех ограничительных мер.